Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Канал, на который вы подписываетесь ради ежедневных видео о криптовалюте. Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня речь пойдет о таких криптовалютах, как Ripple, Bitcoin, Bitcoin Cash и Dash. Да, это монета, о которой я не очень-то часто рассказываю. Поехали. По-быстрому проедемся по Bitcoin Cash. В сети Bitcoin Cash состоялся hard fork. Некоторые биржи, такие как Bitfinex и Полынь, уже конвертировали балансы Bitcoin Cash в Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Пока что ввод и вывод этих активов недоступен, но откроется после стабилизации сети. Рынок Bitcoin Cash больше недоступен. Все мы это знаем, но есть пара вещей, о которых я еще упомянуть не успел. Во-первых, Роджер Вер направил значительный объем мощности своего пула Bitcoin.com на майнинг Bitcoin ABC. При этом он не забыл и похвастаться, что теперь его пул имеет больше хешрейта, чем вся сеть Bitcoin Cash до форка. Собственно, на этой диаграмме видно, как Роджер Вер со своим пулом доминирует над остальными. Неудивительно, что хешрейт сети Bitcoin ABC значительно выше, чем у Bitcoin SV. А сам актив ABC торгуется на порядок дороже, чем SV. И последнее, что я нашел. Наблюдение. Первое. Обе сети ABC и SV майнятся в убыток. Второе. Майнить ABC в 3 раза дороже, а SV в 5 раз дороже, чем Bitcoin. Несмотря на то, что ABC и SV в паре с Bitcoin выросли, майнеры обеих цепочек терпят убытки. Ребята, я дал вам эту информацию, делайте выводы сами. Лично я продолжил бы майнить Bitcoin. Это было бы дешевле. Больше о самом хардфорке, первой криптовалютной войне и ее последствиях смотрите в моем прошлом видео. Ссылку на него я оставлю в описании и сейчас в правом верхнем углу экрана подсказочка вылезет. Я задам вам вопрос, ребята. Из криптовалют, входящих в топ-15 в списке на CoinMarketCap, какая может справиться с наибольшим объемом в сутки? Знаете? А я знаю. Dash. Да, очевидно, это Dash. Стресс-тест в сети Dash осилил 3 миллиона транзакций за 24 часа. Мы сделали это. Стресс-тест окончен. Мы добились огромного успеха и нам удалось совершить более 3 миллионов транзакций за 24 часа. Это новый рекорд для блокчейна на базе биткоина. Отдельное спасибо этому человеку за большой труд. Создатели Dash хотели показать результат 4,5 миллиона транзакций во время теста, но по факту было проведено 3 миллиона. Но даже этого хватило, чтобы обойти показатели Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash на исторических пиках количества их транзакций в сутки. Это фантастический и рекордный показатель. Именно поэтому эта новость для меня, как инвестора, очень важная. Кроме того, такие тесты нужны блокчейну. Именно в таких условиях можно выявить существующие проблемы и решить их, таким образом усовершенствуя технологию. Именно так, например, был опровергнут тезис о невозможности ончейн масштабируемости. Кроме этого, данный стресс-тест даже не выявил недостаточной децентрализации сети Dash, как это было с Bitcoin Cash. Если вы помните, прошлым летом такой же тест проводили и для сети Bitcoin Cash. В результате в отчет было вписано, что 98% доступных нот Bitcoin Cash расположены в одном серверном шкафу. Тот еще скандал был. А если вы хотите купить Dash или другую криптовалюту, тогда вам точно ко мне. На моем мониторинге обменников вы найдете множество криптовалют. Даже больше, чем у BestChanger. Да-да, ссылка будет в описании. И главная для меня новость касается Ripple. Мы не сотрудничаем со SWIFT. Мы их побеждаем. Глава Ripple. Это так самоуверенно звучит? Генеральный директор Ripple рассказал о преимуществах технологии компании Ripple и заявил, что любой цифровой актив в будущем будет оцениваться на основе проблем, которые он решает. На вопросы о сотрудничестве Ripple международной банковской платежной системой SWIFT Брэд ответил. В SWIFT недавно заявили, что не видят блокчейн решением для банков-корреспондентов. У нас более 100 клиентов, которые с этим не согласны. Технология блокчейн может совершать денежные переводы без маршрутизации через счета банков или других финансовых учреждений. Именно так это делает SWIFT, между прочим. Технологии, которые банки используют сегодня через SWIFT, созданы десятилетиями назад и на самом деле не развивают и не поддерживают рынок. То, что мы делаем сегодня, раньше брал на себя SWIFT. Подытожил глава Ripple. Как по мне, это мощное выступление. Посмотрим, как далеко зайдет противостояние Ripple и SWIFT, которое продолжается уже достаточно давно, ведь и SWIFT ранее не очень лестно отзывался о Ripple. И в принципе это логично, как еще обращаться к более достойному конкуренту. SWIFT это устаревшая система, а Ripple новейшая. Это можно назвать еще и столкновением поколений в том числе. Похоже, что даже банкиры это понимают. Вспомним тот случай, когда один из членов правления банка HSBC ушел в Ripple после конференции SWIFT-CBOS. Мы с вами живем в удивительное время. Время, которое все меняет. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Не забывайте заглядывать к нам в группу ВКонтакте, Телеграм, наш мониторинг обменников Викчейч Сумо. Все ссылки будут в описании. Фуууу, какая же это скороговорка. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова